Всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, настал март, а значит пора поговорить о играх, которые мы получим по подписке Xbox Live Gold. Но перед началом видеоролика хотел бы обратить ваше внимание на канал Старая Газета Геймера. Канал, в котором автор обозревает игровые аксессуары, консоли, проходит игры и рассказывает много всего, что связано с игровой тематикой. К сожалению, YouTube почему-то не продвигает начинающих авторов, поэтому если вам интересен данный контент и вы хотите поддержать канал в его начинаниях, то переходите по ссылке в описании и подписывайтесь, автору будет очень приятно. У нас все готово, поэтому давайте начнем. Итак, че там по голоду? В марте нам раздали следующие игры. Batman The Enemy Within полный сезон, Shantae Hell of Genial Hero, Castlevania Lord of Shadows 2 и Sonic Generation. И давайте по порядку. Batman The Enemy Within. Несложно догадаться, что это продолжение первых пяти эпизодов Batman Telltale серии. Ее, кстати, раздавали в январе и тоже по голоду. Вторая часть мало чем отличается от первой, по сути все то же самое, та же графика, весьма топорная анимация и тот же смысл игры в виде интерактива. Но сам интерактив в экшн-сценах чуть поменяли и дали возможность игрокам иногда выбирать тип атаки. Не сказать, что это как-то меняет геймплей, но как бонус это все-таки прикольно. Перевод в игре все так же, только субтитры и в некоторых местах иногда корявые. Сюжет продолжает историю о Брюсе Уэйне, ну а также о Брюсе Уэйне в костюме Бэтмена. Блин, сорян, но я походу сплирнул. По поводу сюжета, по словам многих, он стал только интереснее и непредсказуемее. Особенно последний эпизод. Если вдруг кому-то понравилась первая часть этой серии игр, то добавление продолжения по подписке вас должно обрадовать. Shante Health Genial Hero. Это вторая уже игра, которая будет доступна в этом месяце по подписке и представляет она собой платформер, где вам предстоит управлять героем-девушкой-полуджином по имени Шанте. Признаться, я мало что знаю о лоре данной вселенной, но погуглив, оказалось, что эта игра стала четвертой по счету и вышла она в 2016 году для консолей нынешнего поколения. И как я понял по оценкам, она весьма неплохо заходит аудитории. Если вы вдруг знакомы с этим персонажем, а также играли в предыдущие части, то напишите в комментариях, как вам. Если что, эту игру хвалят за ее внешний вид, он сделан довольно прикольно и гармонично, за музыкальное сопровождение, ну а также за дизайн тех или иных уровней, которые весьма интересны и в то же время разнообразны. По мере прохождения вам встретится множество различных ситуаций, по типу, нужно быстро скатиться, чтобы вас что-то там не раздавило, или нужно быстрее добраться до верха, чтобы вас не сожгла лава, ну это ей условно. Главная героиня, ну та самая девушка-полуджин, обладает способностью бить своим хвостом из волос, которые, кстати, можно прокачивать, ну а также превращаться в различных животных. Вот, кстати, второе весьма прикольное и весьма разнообразит игровой процесс, поскольку превращаясь в ту же мышку, вы можете попасть в маленькие лабиринты, а став слоном, можете разрушить стену, которая мешает проходу. Помимо простой пробежки от точки А в точку Б, вас ждет и интересные боссы, которых нужно разгадать, прежде чем победить. Не знаю, как на самом деле, но по первым впечатлениям кажется, что до самого конца игра будет чем-то удивлять. Если говорить в целом, то довольно-таки неплохой платформер, который может зацепить. Castlevania Lord of Shadows 2. Это уже вторая часть немалоизвестной серии, которая продолжает рассказывать нам историю о Дракуле. Глобальное отличие от предыдущих игр данной серии, это открытый мир и возможность шевелить камерой. Хоть это и не новшества игры того года, но для любителей данной серии это очень даже. В игре эффектная боевка, похожая чем-то на мой взгляд на God of War 3, и интересные боссы, которых тоже сначала придется изучить. О игре отзывается в хорошем ключе, но почему-то критики оценили ее хуже, чем первую часть. Единственное, за что можно поругать эту игру, так это за стелс или его подобие. К сожалению, он тут явно лишний. И кстати, довольно неплохо, когда по подписке раздается сразу несколько частей. Поэтому для тех, кто успел забрать приквел в декабре 2019 года, можете начать играть с него, а потом попробовать эту часть. Но лучше все-таки начать играть с первой части, поскольку то, что раздавали в декабре, это некая история между первой и второй частью. Ну, просто имейте это в виду. И последней бесплатной игрой в этом месяце становится Sonic Generation. На мой взгляд, и по мнению многих, это одна из лучших частей про Соника. Так как эта игра является смесью игр серии Sonic the Hedgehog. Но самая клевая фишка этой игры в том, что здесь присутствуют и 2D, и 3D элементы, которые точно не дадут вам заскучать. Глядя на эту игру, реально проникаешься какой-то ностальгии, поскольку Sonic это все-таки персонаж детства. И если честно, этой игре я рад намного больше, чем остальным играм по подписке в этом месяце. И если же посмотреть на раздачу PlayStation 4, то можно сделать выводы, что Соника раздали не случайно. Ибо сейчас в кинотеатрах идет новый фильм про Соника, который, кстати, весьма неплохо был воспринят зрителями, и неплохо оценен критиками. Знаете, это была бы классная рекламная интеграция, но я сам ее придумал, и мне за это не заплатили. Вообще, я реально хочу глянуть этот фильм, но пока у меня нет особо свободного времени, и если вы вдруг ходили на этот фильм, то напишите, стоит ли вообще на него идти. Возвращаясь к играм, я сначала расстроился в такой подборке, будто опять раздали какое-то говно, но потом, когда я уже присмотрелся, какие игры все-таки раздали, я пришел к выводу, что в этом месяце все-таки неплохая подборочка. Единственное, что меня расстраивает в этом моменте, пожалуй, это то, что когда во все это играть? Ибо игр в библиотеке становится больше, а времени на них становится меньше. На этом, в принципе, все. Если понравился видос, с вас лайк, подписка на канал, пишите свое мнение по поводу раздачи в этом месяце, и большое спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok